Привет всем болельщикам Локомотива! РЖД-арена на связи. Пусть и немного снежная погода сегодня, но это совершенно не мешает нам посмотреть замечательный футбол, поболеть за команду и, конечно же, обсудить все, что этот матч предвосхищает. Меня зовут Михаил Миламед и сегодня супер состав в студии. Эксперты, гости, как угодно называйте. Все-таки, пожалуй, сегодня это ближе к экспертному составу. Мухсин Муслимович Мухаммадиев, игрок Локомотива, сезон 92-93. Мухсин Муслимович, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Очень приятно вас видеть здесь. Ну и Даниил Михайлович Куликов, игрок нашего времени, Локомотива. Здорово, что здесь. Жалко, что не на поле сегодня. Да, здорово, что здесь. Всем привет, всем привет. Вкратце, ваши ожидания сегодняшнего матча, учитывая все водные, погоду? Ну, я думаю, что погода прекрасная, несмотря на то, что идет небольшой снег, но тепло. Поле в прекрасном состоянии. Я думаю, единственное, что проблема в том, что очень много у Локомотива игроков, которые не могут играть в сегодняшний матч. Об этом еще поговорим. Да, мы об этом еще поговорим. А так ожидаем великолепного футбола. Великолепный футбол и только-только победу. Настраиваемся только на это. Переживаешь, что сегодня приходишь? Ну, вынуждена ты сегодня в ТВ-формате. Есть, есть переживания, но я уверен, что ребята сегодня выйдут и покажут хороший футбол. Круто. Давайте тогда обратим внимание на турнирную таблицу, как сейчас обстоят дела, что происходит в принципе в чемпионате, что происходит с расписанием. Здесь, в принципе, сейчас после вчерашнего матча «Зенита» и «Нижнего Новгорода» ситуация такая. «Зенит» 33 очка, «Сочи» 27, 26 у «Динамо», «Локомотив» 25 и сегодня может взобраться на второе место. Но, собственно говоря, получится или нет, мы уже очень скоро узнаем. Все шансы для этого, как мне кажется, есть. Вся таблица на ваших экранах. Ну и расписание тура «Зенит» и «Нижнего Новгорода» уже закончили. Вчера 5-1, крылья Советов Урал сегодня разошлись, миром 1-1, но и остальные матчи тоже на ваших экранах. Еще две игры в Москве, «ЦСКА» и «Динамо» сыграют против «Химик Арсенала» Краснодар. Со «Спартаком» матч центральный все-таки, наверное, этого тура. «Сочи» Рубин будет очень интересно посмотреть. Но, конечно, в первую очередь любопытно для нас все, что будет происходить сегодня здесь. Десятая команда чемпионата «Ахмат». И «Ахмат», который обыграл в прошлом туре «Нижний Новгород» 3-1. Все примерно понимают, наверное, как сегодня будет действовать «Ахмат». Более такой компактный, закрытый, да, футбол. Можете меня поправлять, если я не прав, чего ожидаем? Я думаю, что сегодня ожидаем от «Ахмата», конечно, очень быстрой игры. Я думаю, на ответных атаках. Рассчитан на очень тяжелую борьбу в середине поля. Агрессивная борьба в середине поля и быстрой ответной атаки. Вот сразу хотелось бы про середину поля, но давайте отложим эту тему, потому что в середине-то поля самые большие проблемы сегодня у «Локомотива». Но как считаешь, нужно с первых минут тогда показать, кто должен играть первым номером? Я думаю, «Локомотива» покажет, что мы будем играть первым номером, будем контролировать игру, играть высокий прессинг и не давать сопернику выйти из своей половины поля при потере мяча сразу же контратаковать. Ну, кстати, тогда давайте, раз мы заговорили про центр поля, список потерь «Локомотива», пожалуйста, на ваших экранах. К сожалению, он достаточно большой. Первые три фамилии – это перебор желтых карточек, едвой – это удаление в прошлом туре и травмированные. Но здесь, конечно, в чем дело, Даня? Почему столько травм, как ты считаешь? По карточкам вопросов нет, так совпало просто. По травмам, я считаю, просто у нас очень такой сложный отрезок. Некоторые ребята играют и в сборных, Лига Европы, чемпионат. И из-за этого также можно сказать, что и погода влияет, похолодало. Я думаю, из-за этого и появляются травмы. Но вот этот матч – это шанс для тех, кто восстанавливается, еще пару дней восстановиться и уже быть готовым к следующей игре. Вы говорили, что Тик Низян был под вопросом, вы видели, что не факт, что будет играть, но мы видим, что Тик Низян в стартовом составе. Да, на удивление, Вайскори показывал, что он не будет играть, но мы рады, что он сегодня в составе, потому что действительно очень большая группа, которая пропускает по карточкам и которая по травмам. Поэтому сегодня очень сложная игра будет. Мы надеемся, что молодые ребята, которые сегодня выйдут, они должны показать и доказать, что они тоже достойны играть в основном в составе. Но есть же все-таки, в «Локомотиве» есть один футболист, который должен знать об Ахмате все. Это Максим Нинаков. Он совсем недавно еще играл в Грозненском коллективе. Как готовил вас? Что рассказал? Какие фишки? Какие, может быть, скрытые штуки, которые у Ахмата присутствуют? Да, честно сказать, ничего не рассказывал. Мы всегда отталкиваемся от себя. Не, честно, честно скажу, что ничего не рассказывал. Мы прекрасно знаем эту команду, хорошо к ней подготовились. И сегодня увидим, как он действует. Ну и ты рассказал, что сам Максим будет играть в центре поля сегодня. Я так думаю, что он будет играть в центре поля, да. Ну давайте, собственно, самого Максима Нинахова послушаем. У нас есть такая возможность. Как он готовился к этому матчу? Чего он ждет от встречи с Ахматом? Команда возобновила опять тренировки. Да, у нас был маленький перерыв. Мы отдыхали. И да, много потерь сейчас в команде. У нас есть травмированные игроки, которые получили дисквалификацию. Поэтому готовимся, да, с теми людьми, которые есть. Но мой локомотив мы должны в любом случае, что бы ни случилось, всегда побеждать. Поэтому не важно, кого мы потеряли. Важно, как мы сыграем с Ахматом. Скорее всего, быстрые атаки, да. Потому что команда играет много длинных мячей за спину защитником. Пытаются убежать. У них есть быстрые нападающие, быстрые и крайние полузащитники, которые могут убежать. Но у них также есть потери. Я знаю, что не будет играть и Бернард Бериша, который у них, можно сказать, лидер команды. Вот поэтому, скорее всего, если мы не дадим Ахмату дышать, шансов у них не будет. Как по мне, Уткин в Ахмате играет тоже большую роль, хоть и не всегда играет в составе. Но он прекрасно исполняет стандарты. Также могу выделить Андрея Семенову, который недавно в прошлом играл в сборной России. Да, он опытный защитник, который умеет играть как начинать атаки, так и играть в обороне. Поэтому хороший игрок. Плюс могу выделить Евгения Харина, который, в принципе, может, не так выделяется среди людей. Но я знаю, что он делает большую беговую работу. И он мотор, можно сказать, команды. Ну, скажем так, Георгий Шелли, наверное, его главное сильное качество – это игра ногами. Но он не уверенно при этом играет на линии. То же самое можно сказать и про Гудиева. Хотя, как по мне, это два одинаковых по силе вратаря. Поэтому слабые места, наверное, надо больше бить поворотом. Каждый вратарь может ошибиться. Это воспоминания, наверное, в первую очередь. Плюс большая мотивация. Да, я очень хочу доказать Ахмату, что я не зря перешел в Локомотив. И что я уже на уровне выше, наверное, стал, чем был. ООО «РЖД» – генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив». Ну, а что касается Ахмата, пожалуй, исчерпывающая информация. Давайте теперь поговорим о железнодорожниках. Вообще статистика классная, что касается личных встреч с Ахматом. Всего лишь одно поражение в последних десяти матчах. Девять раз не проиграли, но произошло это в прошлом сезоне. Если к этому сезону, то «Спартак» немножко про «Спартак». Один-один в прошлом туре. Какие остались ощущения после вкуса? Можно ли было все-таки сыграть лучше, чем получилось? И вынеслась ли какая-то, может быть, не знаю, спортивная злость в следующий матч? Сто процентов можно было сыграть и лучше, выиграть эту игру. Да, после вкуса осталось, так сказать, недоигранного матча. Потому что мы вышли на второй тайм как-то достаточно несобрано. Хотя, ну, вообще нельзя было никак отпускать игру. Но так получилось, что «Спартак» нас дожал и удалось забить им после встречи. Как вам игра в прошлый тур? Ну, в принципе, я считаю, что по большому счету две команды очень старались. Тем более они играли после кубкового матча, по-моему. Я имею в виду после Европейского кубка. Было очень сложно. Почему? Всегда, когда играешь после Европейских кубок, очень тяжело восстанавливаться, потому что времени очень мало. Ну, закономерный результат был. Ничья. Локомотив, хотел спросить, о чем, Даня, тебя спросить. Играет очень здорово дома, но при этом пропускает в последних пяти матчах в Российской премьер-лиге. Это с чем это связано? Так, еще раз, можно повторить? Локомотив пропускает в последних пяти матчах в премьер-лиге, но при этом играет дома здорово. Но все-таки пропущенные птичи есть. С чем это связано? Это стечение обстоятельств, или это все-таки можно как-то чем-то объяснять, почему мы постоянно пропущены мячи? Я скажу, что всегда хочется, конечно, не пропускать мячи, но это футбол, и нам могут забыть, и мы забиваем так, так что будем стараться просто в следующий матч не пропускать. То есть здесь стандартный ответ о том, что не важно, сколько ты пропустил, важно забить на один больше. Да, 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 верно. Главное выиграть. Интересно, вот что. Дело в том, что очень плохо играет Ахмат в гостях, и очень здорово играет Локомотив дома. Вообще, как вам кажется? Вот я знаю, что футболисты, тренеры обычно на это особое внимание не обращают. Вот спустя много лет, потому что вы поиграли, Мусим Муслимыч, эти цифры имеют какое-то предназначение, имеют какую-то основу под собой, или это статистика для тех, кто любит покопаться? Ну, в основном, по большому счету, это статистика. На сегодняшний день все друг друга очень хорошо знают, и очень сложно спрогнозировать, как может закончиться результат. Несмотря на то, что вы говорили, что статистика сегодня в пользу Локомотива получается, очень сложно спрогнозировать. Но зато сегодня в составе, помимо того, что есть, например, там, молодой Максим Петров, есть один из двух футболистов, которые очень здорово себя проявили в игре за молодежную сборную России. Мородишвили сегодня, увы, вне зоны доступа из-за перебора карточек. Но есть Александр Сильянов. Давайте посмотрим, как было дело, и послушаем самого футболиста Локомотива о том, как прошел этот перерыв на молодежную сборную. Я сделал отлично, эмоции самые положительные. Провели два просто отличных матча. Все выполнили, все установки, все требования, я думаю, все выложились на 100%. Поэтому, я думаю, такие результаты закономерные. Ну, получилось выиграть. Это, во-первых. А во-вторых, я думаю, все получилось. Все, что мы хотели, прессинг, выход из обороны, я думаю, у нас все получалось. Испанцев, что не получилось, я думаю, холод помешал 100% как-то. Ну и, не знаю, может, просто не получалось. Или, не знаю, или мы настолько сильны. Ну, это неуступчивый соперник. Они бьются, борются. Поэтому, я думаю, такая будет игра с множеством борьбы. И такая тяжелая будет игра. Да, нельзя иногда просто не отходить от своей игры, как мы умеем играть, так и продолжать играть. Я думаю, все будет нормально. ООО «РЖД» – генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив». Хочется от себя лично, я думаю, что ко мне присоединятся наши гости-эксперты, смотреть за молодежной сборной. И с Испанией, и со Словакией было одно удовольствие. Тут просто здорово, да, ребята показали себя. Вот что хочется спросить. Дань, тебе 23? Да. Вроде бы, можно сказать, что ты еще тоже молодежь. Но, учитывая количество футболистов заявки, которые гораздо моложе тебя, расскажи нам про то, как молодежь вливается, как она на тренировках, насколько она близка к тому, чтобы все новые и новые фамилии появлялись уже в стартовом составе, в основном составе. Я считаю, что они уже влились в коллектив, потому что они тренируются с нами уже очень долгое время. То есть они знают тренировочный процесс, знают, как нужно играть, умеют все, и просто это нужно показывать на футбольном поле. Надеюсь, сегодня вот на примере Макса Петрова, надеемся, что покажутся лучшие качества сегодня. Максим Васильевич, вам как молодежь в локомотиве, которая, может быть, вы за командой и на сборах следили в том числе, там было очень много молодых футболистов, они получали достаточное количество игрового времени. И вот тот же Макс Петров сегодня в старте. Ну, то есть Александр Сильянов, опять же. Просто мы уже начинаем сплоть призму молодежной сборной и о нем говорить не совсем как о юном футболисте, а уже как основном. По большому счету, конечно, молодежная сборная нас радует, потому что она прекрасно провела два матча, особенно в последней с Испанией. И у нас есть надежда, что в будущем они вырастут в отличных мастеров. И у сборной России большое будущее. Я думаю, что мы будем надеяться, что они наш футбол поднимут на очень высокую высоту. Мы все очень на это рассчитываем. Прямо сейчас идет объявление стартового состава «Локомотива» на РЖД-арене. И давайте мы тоже посмотрим, кто же сегодня эти стартовые 11 футболистов. Ну и проверим, насколько хорош в тактических схемах Данил Куликов все ли он угадал. Все ли будет действительно так, как мы предполагали. Просто блестящий, Данил Михайлович. Не придерешься. Нет, я работаю очень хорошо. Тренер-аналитик, если что, отменный, отменный. Ну, что мы сегодня можем? Здесь, в принципе, наверное, сюрпризы только вынуждены, как мы уже обсудили, но при этом... Я думаю, стоит... Под гимн, да. Под гимн. Давайте сейчас возьмем паузу, и вы еще раз можете посмотреть на состав. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Данил Михайлович. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, можем, наверное, теперь еще раз поговорить о построениях. Только давайте теперь уже посмотрим, как сегодня Ахмат будет выглядеть на футбольном поле. Ну, вернее, тактически будет выглядеть. Как будет выглядеть Ахмат мы увидим уже очень скоро, но это будет чуточку позже. Итак, состав грозненской команды. Ты сказал, что вы знаете хорошо команду, что ее проходили, что была теория. От кого сегодня и чего сегодня ждать от этого состава Андрея Толова? Ждать стоит, я считаю, многого, потому что ребята очень хорошо играют на контратаках. При отборе мяча они сразу играют вперед. И нашим центральным защитникам нужно быть очень внимательны, чтобы не пробовать. И не только центральным защитникам, всей команде, чтобы не пропустить быструю контратаку. По персоналям кого-то конкретно стоит выделить? Я считаю, Даню Улыбкиным точно стоит выделить. Максим Васильевич, вы смотрите много футбола. Что про Ахмат тоже еще скажете? Ну, Ахмат, у них довольно ровный состав. Единственное, конечно, для Локомотива хорошо, что не играет Берича в основном составе. Да, там тоже есть потери. Мне кажется, да, что он один из таких креативных игроков считается. Но я думаю, сегодня, сегодняшний состав тоже довольно неплохой. Поэтому мы через несколько минут увидим, что они показывают. Это точно. Вообще, очень интересно сравнить, может быть, менталитет тех же кавказских команд. Ваше время, да, когда вы играли за Локомотив, и то, что есть сейчас, например, у того же Ахмата. Есть что-то схожее? Или футбол у них изменился? Ну, футбол изменился. Поэтому раньше, конечно, что азиатские команды, что кавказские команды, они дома всегда хорошо играли. Проблема была с выездными матчами. Но на сегодня уже эта игра не стирается. Тебе с кем приятнее играть? В какой футбол больше приятнее играть? На встречных курсах или когда тотальное владение мячом, но при этом тяжело взламывать обороты? Так скажу, интереснее играть в футбол, когда, так сказать, туда-сюда атаки. На встречных курсах. Да, на встречных курсах. Но интересно, скажу, точно играть и пытаться скрывать оборону соперника. Да, это сложнее, но это тоже доставляет удовольствие. Какие особенности у Маркса Гизделя в плане, может быть, тренировочного процесса? Может быть, не только в тренировках, но и в теории, или в тактике, не знаю. В персональной работе с кем-то из футболистов? Особенность, так скажу, это контрпрессинг. То есть при потере мяча сразу же вступить в отбор, отобрать мяч и постараться быстро найти кого-то впереди. Потому что мы находимся на половине поля соперника. То есть мы можем одним-двумя фасами сразу войти в штрафную и создать момент. А за пределами футбольного поля? Может быть, какая-то немецкая дисциплина ввелась? Я не знаю, что-то подобное. Нет, такого, наверное, еще не подметил для себя. Ну, то есть нет каких-то там «это нельзя», «то нельзя». Нет, такого нет. Ну, значит, достаточно демократичный подход получается к футболистам, вообще к этому процессу. Еще немножко про цифры, учитывая, что все-таки давайте сейчас тоже мостик к Лиге Европы перебросим. Что 25-го игра с Латсо, потом еще будет Марсель. Понятно, что не последний тур. Как распределить силы по этой дистанции так, чтобы нигде постараться не упустить? Ну, это самый сложный момент. Поэтому тренерский штаб довольно опытный. Я думаю, что они знают, как подойти к этим играм. Я думаю, что кто-то из травмированных может уже подойти к этим играм. Поэтому посмотрим. А, кстати, вот по поводу травмированных. Есть те, кто уже в фазе практически возвращения? Есть. Есть ребята, но это оставим ребятам. По поводу Лиги Европы, какие мысли, Данил, внутри команды? Ну, что нам остается? Только нам нужна победа. Обязательно. Чтобы постараться пройти дальше. По-другому никак. Ну, и вот получается, что и беречь это нельзя. То есть сейчас идет гонка и в премьер-лиге. То есть нельзя пожертвовать каким-то матчем ради того, чтобы там... Нельзя. Надо все силы оставлять в каждом матче. Потому что сейчас был перерыв на сборной. И немного подкопили силы на оставшийся отрезок. И надеюсь, у нас получится. Ну, получится. Ну что ж, друзья. Осталось самое интересное. Остался сам футбольный матч. Мы сейчас пойдем его смотреть. Я напоминаю, что ОАО «РЖД» – генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив». А мы с вами отправляемся смотреть футбол. И надеемся, что будет очень яркий матч. Много голов. И встретимся в перерыве и после матча. Перерыв матча «Локомотив-Ахмат». Студия ЛОКО ТВ снова с вами. И, как вы видите, немножко ушли улыбки с наших лиц. Потому что не все, скажем так, гладко идет в первом тайме у «Локомотива». Ну, и по-прежнему с Мухсином Муслимычем Мухмадиевым. Мухсин Муслимыч. Да. Мы с вами смотрели вместе. Вопросы у нас, в принципе, одинаковые. Одинаковые. Но хотелось бы от вас услышать резюме по первому тайму. Ну, первый тайм, если разбить на эпизоды, то начало было за «Локомотивом». Конечно, они начали очень быстро. Был подход в штрафную, где был момент у «Камано», по-моему, где в подкате защитник выбил мяч из-под ног. Ну, будем считать это за полумомент. Потом, в принципе, минут 10 они имели преимущество. Но из этого преимущества, в принципе, не извлекли никаких выгод. Где-то в минуте 15-20 Ахмат потихонечку игру стабилизировал. И у них появился момент, проникающая передача была в левую зону, где Харин пробил. Это были вот два эпизода за 20 минут. И потом, конечно, за этот период времени с 20-й по 30-й очень много было потерь в середине поля у той и у другой команды. И технический брак был очень высокий. И тут вот что интересно. Даже до удаления, вот мы сейчас дойдем до этого момента, дойдем до удаления, дойдем до вот этого всего. Максим Муслимович не даст соврать. Мы с ним вместе обсуждали, что пока шли там первые 20 минут, была ничейная игра. Было ощущение, что, в общем, Локомотив нашел способ, как без вот этих троих дисквалифицированных футболистов, в принципе, действовать. То есть не было ощущения, что там центр поля просто там истерично что-то пытается придумать. Все нормально было. Ну, единственное, многовато брака было в центре поля. Индивидуально. Индивидуально. Да, потерь мяча была немножко больше, я думаю, чем это надо. Потом. Значит, давайте едем дальше. 35-я минута. Вот эта скидка Пабло, конечно, назад. Была передача, в принципе, безадресная, можно сказать, со стороны Ахмата. Просто пошла передача вперед, где защитник пытался мяч скинуть, но он так неудачно скинул, что Архипов, получалось, немножко опережал защитника Локомотива. И он зачем-то его начал ставить руку. Ну, я считаю, что надо посмотреть, это была прямая карточка или нет. Да, мы смотрели вдвоем, да, и сложилось ощущение, ну, как минимум сомнения в том, что это прямая красная карточка, просто потому, что, как по мне, мяч летел не к воротам, то есть Архипов рвался не один на один, а в сторону чуть-чуть. Немножко было в сторону, поэтому это очень спорный момент, надо смотреть еще раз. Да, но скидка, вот мне интересно, там же скидка была Пабло, из-за чего вообще Архипов начал вырваться за спину туда. Ну, он опередил защитника, защитник движение сделал чуть позже, чем нападающий. Поэтому, видимо, поэтому он начал немножко блокировать рукой Архипова. Ну, вот мы с вами тоже еще обсуждали, что нет, допустим, у Ахмата Бериши, да, человека индивидуально, сильного, креативного, который может за счет собственных действий вообще нивелировать какие-то другие недостатки команды. И нет ощущения, что у Ахмата сегодня есть план что-то вот такое Бериши-подобное сделать. То есть просто команда спокойно... Да, дисциплинированные просто стараются использовать любые выходы вперед, обострять, делают передачи на нападающих. Ну, в принципе, если бы не вот этот момент, не эта скидка, я думаю, равная игра не 0-0 закончится будет первым. Да, у нас сейчас будет возможность посмотреть статистику. Цифры все-таки действительно о многом бывает говорят. И как только она появится на ваших экранах, вы тоже можете убедиться, ну, в каких-то, возможно, своих выводах, а может быть, и поспорить с нашими. Вот, пожалуйста, 53 на 47 владение мечом в пользу локомотива по ударам 1-5. Локомотив вступает по ударам в створ, правда, 1-1. Но один этот оказался результативным. В принципе, как мы и предполагали, даже по цифрам, игра, в принципе, равная. Единственное по ударам, ну, 4 были в молоку, а только 2 удара было в створ, получается. И у локомотива один момент был, где Камано бил, по-моему. Да, 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 да. Опасный момент был, да. Кудеев вытащил. И здесь Харри Милл, когда с левой ноги, в дальний угол, но он не попал в ворота. Кто виноват, разбираться сейчас, времени нет. Самый главный вопрос, что делать? Весь второй тайм локомотив будет играть сейчас в десятером. Счет уже 0-1. Что бы вы сделали сейчас на месте Маркса Гизделя? Ну, это очень сложно сейчас представить меня на месте Гизделя. Я думаю, что сейчас в тяжелейшем положении локомотив, потому что игрока удалили на одного мяча. Ну, в принципе, по большому счету, даже если на одного мяча, все равно можно игру спасти. Просто я думаю, надо меньше совершить ошибок таких технических в центре поля. Так вот, а что делать с центром обороны? Ну, то есть, был бы, допустим, на поле Баринов, в теории он мог бы стать центральным защитником. Ну, вот это большая проблема. Но есть, например, Артур Черный в запасе, центральный защитник, молодой, который очень долго ждет своего шанса. Ну, то есть, если его выпускать, надо кого-то убирать. Ну, а как по-другому? Остался один центральный защитник, все равно кого-то нужно сейчас убирать. Вот сейчас посмотрим. Нам сейчас очень сложно предположить, кого могут снять. А кого? Вот вы бы кого? Ну, как, ну, не может же быть один центральный защитник, остался один Пабло. Правильно, да, но кого-то надо снять, кого? Как вы думаете, кого уберут? Ну, у кого было больше, как вы сказали, индивидуальных ошибок, потерь мяча? Мне кажется, у Петрова было больше. У Петрова не у Бика-Бика? Ну, и Бика-Бика тоже, я согласен. То есть, как-то надо перестраиваться в любом случае сейчас, потому что, ну, целый тайм играть еще? Не приход, придется кого-то снять, либо нападающего снимать, либо нападающего. Крайнего полузащитника. Ну, вот это, конечно, сейчас серьезная задача. Вообще, вряд ли, когда команда остается перед перерывом в десятером, это не серьезная задача для кого-то. То есть, это в любом случае какие-то проблемы с трансу поставил. Конечно, защитник своим удалением. Это очень проблематично. Даже мы не можем сейчас предположить, кого можно снять из игры. Да, то есть, если думать о том, что все-таки никто из действующих, из играющих на поле футболистов не может стать центральным защитником, то нужно, получается, кого-то снимать. Ну, вот тогда, наверное, Артур Черный. Я не знаю, может быть, какой-то другой есть вариант. Ну, в принципе, вы правы. Может быть, Дмитрий Рыбчинский может стать центральным защитником. Я не знаю, может быть. Ну, если Артур Черный играл центрального защитника, то я думаю, что... Да, но это молодой футболист. Ну, ничего страшного, когда-то надо начинать. Я думаю, это шанс тоже для него. А с другой стороны, счет-то 0-1. Ладно, было бы удаление, но счет был бы 0-0. То есть, нужно еще и как-то побороться за три очка. Ну, значит, они должны играть в три защитника центральных. Хорошо. Я думаю, перестроиться надо в три центральных, получается. Тут просто интересно, что у Ахмата-то тоже в запасе. Ну, достаточно. Вот сейчас бы Виталий Лысцов не помешал, да? Локоматистский. Вот сейчас бы его вот сюда бы, в другую колоночку бы написать. Но если серьезно, то есть и Карапузов, есть и Конатея, и Сибаи. То есть, есть даже Янку, кем игру усилить у Ахмата. То есть, если сейчас Далалаев начнет думать, что, ну, сейчас мы тогда пойдем забивать второй. Усиление? Я не думаю. А думаете, что Ахмат сейчас будет гасить игру, тушить? Ну, не в том дело, что гасить. Они будут так же играть, как играли первый тайп, но все равно с небольшой оглядкой. Ну, вот интересно, конечно, будет посмотреть, потому что пока совершенно непредсказуемо, что будет дальше. И при том, что второй сезон подряд у Локомотива есть проблемы. И, кстати, еще раз напомним, красные карточки были в прошлом матче, в прошлого сезона, когда Локомотив здесь проиграл 2-3. Правда, тогда обе были у Ахмата. Быстров получил во втором тайме Швец уже там в самом конце. Локомотив все равно проиграл. Да, но сейчас нет футболистов, которые тогда забили. Антон Миранчук травмирован, и Крыховик будет играть сегодня за Спартаком. Это очень сложная ситуация сейчас, на самом деле, даже очень интересно даже для нас самих, как Локомотив выйдет из этой ситуации. Будет очень интересно посмотреть. Вот, кстати, пожалуйста, что и требовалось. Вот мы вспомнили сейчас про Рыбчинского. Вот он за нашей спиной уже переоделся и разминается. То есть не так, как остальные запасные, да, в тренировочных костюмах, а уже переоделся в игровую форму. А это значит, что Дмитрий Рыбчинский сейчас появится на поле. То есть какая-то замена будет, а вот кого? Вот вы считаете, что Петрова, да? Ну, вполне возможно. Посмотрим. Интересно про ваш опыт спросить. Были матчи в вашей игротской карьере, когда команда оставалась рано в десятером? Вам приходилось... Ну, бывали такие ситуации. Ну, когда команда настроена, бывало так, что не чувствовалось, что минус одного игрока. А, кстати, в Локомотиве в вашем периоде было такое? Ну, как-то и меня удаляли тоже, бывало. По делу? Ну, по делу, да. Во Владивостоке это было в 93-м году. С лучом? С лучом, да. Меня удалили. Уже команды такой нет. А вы помните, что тогда происходило? Бывала такая ситуация, так, меня удалили. Мы один-одень закончили. И как, вот Юрий Павлович как, перестраивал команду или играли тем же составом? Нет, тем же составом играли, без замен. Это во втором тайме уже было. Там оставалось где-то минут 15. А, ну, то есть можно было. Да. Так, ну, хорошо. Вот, посмотрев первый тайм, как вы считаете, Максим Максимович, счет во втором тайме может измениться в другую сторону? Ну, все будет зависеть сейчас от Локомотива, какую они сделают перестановку и как будут играть. Если попытаются переломить ход игры, то тогда могут. Ну, главное не совершать ошибки сзади. Да, это, пожалуй, догма, с ней сложно поспорить. Действительно, как минимум не совершать ошибок. Буквально считанные минуты остаются до начала второго тайма матча Локомотив-Ахмат. Рыбчинский уже готовится выйти на поле. Сейчас посмотрим, кого он заменит. Ну и, конечно, будем следить за тем, как Локомотив будет выходить из сложившейся достаточно непростой ситуации в десятером. Тем слаще будет подвиг, если удастся его совершить. Встретимся с вами после матча. Возвращаемся на РЖД Ариано. Возвращаемся с еще более грустными лицами мяча в перерыве, потому что 1-2 Локомотив проиграл. И прямо сейчас, вот вам не видно, но прямо сейчас идет достаточно жесткий разговор с трибунами у Гильермо и Рыбуса. Они пошли к болельщикам. Болельщики высказывают недовольство, причем так резко высказывают недовольство тем, что команда не сумела сегодня показать тот футбол, который им бы по нраву. Ну а мы с Максимом Муслимычем Мухаммадеевым продолжаем анализировать то, что произошло. Вот мы думали, как перестроиться. Да, Локомотив после перерыва что поменяется? Угадали с Рыбчинским, угадали с тем, что он поменяет Петрова. Но, по сути, не сильно много это принесло. И почему так? Все-таки очень тяжело в десятером. Ну, очень тяжело, хотя, в принципе, надо дать должность, что Локомотив хотел вернуться в игру, забил гол. Но давайте сначала отметим два гола великолепнейших Терека. И первый гол был красиво забить со штрафного, и второй по ярусу исполнил, конечно, на очень высоком уровне. Убрал под левую ногу и дальнюю девятку закрутил. К сожалению... Ребят, удачи! К большому сожалению, несмотря на то, что, еще раз повторю, что Локомотив вернулся в игру, но было допущено все равно довольно много ошибок грубых, где Ахмат мог увеличить довольно-таки приличный счет. Поэтому я думаю, что если анализировать всю игру, то Ахмат выиграл по делу. Да, действительно было много моментов. Пару раз мяч попадал в стойки, и, конечно, Гильерми несколько раз выручал. Ну, в общем, сейчас Гильерми и Рыбус поговорили с болельщиками. Болельщики в итоге поаплодировали футболистам за то, что они подошли. Видимо, все-таки донесли свою точку зрения. Ну, и правда, Уткин сегодня с Полярусом забили, ну, не берущиеся мячи. Другой вопрос, что есть, наверное, все-таки и позитивные вещи, которые тоже нужно отметить. Это, например, дебют молодого Григория Борисенко. Григория Борисенко, да, совершенно верно. Хорошо вы напомнили, сегодня был дебют молодого футболиста. Это радует, значит, Академия приносит свои плоды. И надо отметить тренера, это Андрея Федорова, который работает с «Казанкой-2». Конечно, видно его плодотворный труд, то, что несколько футболистов уже находятся на замену. И вот один из них сегодня дебютировал. Это радует. Турнирная таблица, друзья, на ваших экранах. Не получилось сегодня у «Локомотива» заскочить на вторую строчку. 25 очков остается у железнодорожников. Зенит с 33-мя на первой строчке. Дальше Сочи и «Динамо», а следом за «Локомотивом» ЦСКА, «Крылья Советов» и «Краснодар». Краснодар еще сыграет со «Спартаком». Вообще, в принципе, мы можем еще расписание оставшихся матчей посмотреть. Есть у нас такая возможность. И в том числе еще Сочи свой матч не провел и будет завтра это делать. Понятно, что есть еще какой футбол посмотреть на этих выходных. Но вот если сейчас по горячим следам задаться вопросом, все-таки дело в дисквалифицированных. Все-таки не хватило сегодня тех футболистов, которые могли бы играть. И, кстати, вот здесь, наверное, важно сказать не только про центр поля, а про Тина Едва. Центрального защитника, которого сегодня тоже не было из дисквалификации. В этом причина, главное, поражение. Я думаю, я согласен, что не хватило, конечно, квалифицированных футболистов, тех, кто сегодня и по карточкам пропускает, и по травмам. Я думаю, если бы они были, наверное, была бы совершенно другая игра. И, конечно, да, Едвай тоже бы помог. И вот такое удаление довольно глупое, я считаю, что профессиональные футболисты не должны так себя вести. Они должны немножко думать. Тем более уже после игры, когда матч закончился, уже смысла нету, кому-то что-то доказывать. Я думаю, что он сделает выводы. Цифры этой встречи на ваших экранах по ударам, конечно, преимущество космическое. У Ахмата 16-3. Довольно большое. Да, это мягко сказано, довольно большое. 16-3. По ударам створ, да, есть преимущество, но небольшое 6-2. Ну и главное, конечно, мне кажется, решающее преимущество, это у локомотива в красных карточках. Вот это, конечно, был ключевой момент сегодняшней встречи. Еще раз, я думаю, да, правильно сказать, что очень спорный момент с красной карточкой. Согласен, да, очень спорный. Поэтому, ну, для этого есть судейский комитет, судейские коллеги. Я думаю, они этот момент разберут. Ну, как мы и предполагали, да, и многие специалисты, что довольно-таки спорный момент был. Еще, кстати, сегодня, говоря о молодых футболистах, мы поздравили Григория Борисенко с тем, что он дебютировал за главную команду. Но ведь сегодня, помимо Петрова, еще сыграли и Артур Черный, и вышел также Сергей Бабкин взамен. То есть и Максима Мишаткина тоже, наверное, нужно поздравлять с тем, что... Да, надо поздравить, все-таки для них это, я считаю, такой большой успех выходить за главную команду, тем более с Локомотив Казанки. Я считаю, что Академия на правильном пути. Ну, ближайший матч, это теперь Лацио, 25-го числа. Нужно как-то... Вообще, какой главный способ выкинуть из головы неудачный результат? Тем более, что соперник, ну, совершенно из другой вообще категории, турниру с другой категории. Ну, я думаю, вы правильно сказали, что это турнир совсем из другой категории. И поэтому, я думаю, что ребята сумеют переключиться. Почему? Потому что все-таки это Европа, Лига Европы, совсем другие команды, другие условия, можно сказать. И я думаю, переключение без проблем будет. Единственное, что если вернуться дисквалифицированные, что, конечно, они помогли команде. Полисаковича, наверное, нужно еще сказать. Мы как-то забыли про Виталию. Да, совершенно верно. Мы обсуждали, кстати, в кулуарах с вами, что если он выйдет, то у Локомотива будет шанс. И вот, как бы он... Он наши догадки привел в исполнение, вышел и вернул Локомотив, можно сказать, в игру. Да, хороший гол такой забил. Да, неплохой тоже. Был шанс как-то ситуацию, как вам кажется, переломить в тот момент? Ну, вот на воодушевление, что вот, забили. Ну, какой-то период был, где-то Локомотив, да, немножко воодушевился после забитого гола, имел несколько моментов. Но я считаю, что все равно у Ахмата довольно много было моментов. И они должны были увеличить счет, к сожалению, для Локомотива. Будем надеяться, что действительно футболистам удастся эту игру из головы просто взять и удалить перед матчем с Лацио. Перед матчем с Лацио мы обязательно с вами встретимся в такой же студии, обязательно поговорим обо всем интересном, что будет происходить в клубе, рядом с клубом, в преддверии этой игры в Лиге Европы. Очень важной игры. Ну, и я, конечно же, благодарю Максима Масленовича Мухмадива за сегодняшние студии. Очень приятно было с вами их провести. Спасибо, взаимно. Ну, и напоминаем, что у РЖД генеральный спонсор футбольного клуба Локомотив. Болейте за Локомотив. Всем болельщикам, железнодорожникам сегодня не расстраиваться. Такое бывает. Главное сделать правильные выводы и в любом случае поблагодарить команду за те силы, которые она отдала на поле. Сегодня был действительно достаточно сложный матч и очень тяжело было не досчитаться некоторых бойцов. Но Локомотив идет дальше и следующий поход будет сюда же, на РЖД-арену в матче с Лацио. Будем надеяться, что там все получится. Меня зовут Михаил Миломед. Мы вместе с Максимом Масленовичем сегодня для вас старались сделать этот матч чуточку интереснее. Спасибо вам большое. Следите за Локомотивом.